Ну а прямо сейчас с нами на прямой скайп-связи Вероника Круглова. Добрый вечер! Привет, Катюша! Привет всем остальным! Не просто так, Вероника, мы до вас пытались достучаться и достучались. Очень радостно, что вы в этот вечер с нами. Дело в том, что у группы Крыви, если кто-то упустил новостя, хотя я надеюсь, что истинные меломаны знают о том, что у Крыви вышел новый альбом, ну а кроме того, у вас круглая дата. Как в 15 лет вы себя чувствуете? Очень хорошо, помолодели, похорошели, как обычно. Новый альбом называется «Траука-мураука», и на самом деле во многих рецензиях пишут, что очень много там экспериментов, какая-то электронщина появилась. Ваши отношения к этому диску и вообще, если говорить о нем в целом, чем он интересен будет публике и как вы к нему относитесь? Он стал для вас какой-то новой вехой после 15 лет существования? Ну, естественно. Красота. Там очень-очень красивая музыка. Хорошо и красиво исполнена. Прекрасно аранжирована. Великолепно сыграно. Великолепно записана. Ну вот, что еще можно сказать? Все поработали на славу. Конечный результат – это просто красота. И как мне понравилось, сказал ваш гармонист, ну какая-то гормонотерапия, елки-палки, ну честное слово. Несмотря на то, что есть, там, конечно же, есть электроника, там куча экспериментов. Прекрасные музыканты играют, вокалистки шикарные поют. У меня 4 вокалистки, не считая только меня, поют в этом проекте. Поэтому всем рекомендую, как гармонотерапию. Правда. Ну и тем более даже само название и яркая обложка диска очень в зимнее время согревает. Это я уже про себя говорю. Также было сказано в пресс-релизе, что вы наверняка отправитесь в тур по Беларуси. Насколько масштабным он будет? И когда уже, возможно, будет лицезреть живьем вот с презентацией этого диска? Ну, это только пока желание. Очень хотим. И, может быть, кто-то с нами все-таки этот тур прокатает, кстати. Может быть, кому-то будет интересно, и мы ищем все-таки профессиональную агентуру концертную, которая может нами заняться. Почему нет? Вот прямо сейчас в прямом эфире. Мы готовы стартануть весной. Ну, мы с удовольствием пригласим вас выступить и у нас в эфире. То есть это все нужно ждать до весны. До этого концертов в Беларуси не планируется. Так я понимаю? Планируются небольшие концерты, можно сказать, совершенно камерные и интимные. Мы все-таки должны сделать какую-никакую презентацию, но мы пока думаем над этим вопросом. Так как музыканты все из разных мест. Поэтому нам собраться тоже нужно время. Собраться и организовать что-то интересное. Не просто межсобойчик, а сделать какое-то шоу, какую-то нормальную презентацию. Ну, мы очень будем ждать этого момента. А сейчас где наши пользователи смогут в сети интернет найти пластинку? Или вы ее все-таки для свободного скачивания не представляете? Она должна вот прямо на Новый год приехать из Москвы. Значит, такая целый мешок наших дисков должен приехать из Москвы. Мы сейчас будем организацией заниматься, где и как их можно будет купить. И по поводу интернета это тоже в ближайшее время все решится. Ну, хотелось бы побыстрее уже послушать и подержать в руках новый альбом группы Крыви. Конечно, с удовольствием поздравляю для каждого музыканта, ну и для вас особенно в круглую дату. Выход диска – это большое событие. Но, кроме того, в вашей жизни есть еще одно событие, которое в эти дни отмечается не только Вероникой. Я имею в виду 15-летие народного альбома. Вот мы сейчас после общения с Вероникой посмотрим небольшой отрывок из документального фильма. Но прежде, Вероника, хотелось бы, конечно, от вас услышать. С какими впечатлениями у вас связана работа над народным альбомом? Может быть, какая-то интересная сохранилась история в памяти? Да мы сами просто даже не предполагали, что это будет история. Это была определенная тусовка друзей. На радио 101,2 было такое когда-то радио, на котором работали все наши молодые, талантливые ребята. Михаил Анипадистов написал прекрасные просто тексты. Должна была петь Кася, Лявон Вольский. И потом как-то каким-то образом подтусовались мы, нам предложили спеть по песне и Диме, и мне, и Помидорову. Это была просто тусовка друзей. Вылилось все это в единое шоу. И как бы мы по жизни не ругались, мы все равно... Для нас народный альбом – это вечный праздник. Где мы только с ним не были, чего мы только с ним не пережили. Правда. Это просто вечный праздник, народный альбом. Праздник души и тела в прямом смысле. Я думаю, что он стал знаковым не только для участников, тех, кто работал над данным релизом, но и для многих поколений. Это уже без сомнения белорусских меломанов. Вероника, большое спасибо. Поздравляю со всеми упомянутыми событиями. Ну и жду, конечно, поздравления наших пользователей с Новым годом. Все-таки... Ох, да. Буду поздравлять. Ребята, любви всем. Вот безграничной любви и красоты. Любви, красоты, гармонии. Боже мой, как все на самом деле прекрасно и как все на самом деле хорошо. Только мы не хотим в это верить, правда. Главное – поверить. Я нам всем желаю в это поверить. Ура! Ура! Вероника Круглова была с нами на связи. Спасибо. И ждем, конечно, в Беларуси с концертами и пластинкой. С нетерпением. Надеемся, что... Спасибо вам. Да, 2013-й будет для вас насыщенно концертным и охватит действительно всю нашу страну. Ну, конечно...